всем привет дорогие друзья с вами михаил бычков сайт videosmile.ru и я рад вас приветствовать на нашем новом уроке по cinema 4d это долгожданный так сказать урок особенно для тех кто смотрит наши стримы потому что я уже два стрима подряд обещал его выпустить и вот только наконец-то сейчас дошли до этого руки темой стрима являются материалы в стандартном рендере cinema 4d то есть как создавать крутые материалы при этом тратить на это минимум времени надеюсь вам будет интересно кстати сегодня я работаю за монитором benq pd 25 2 0 q данный монитор является представителем профессиональной линейки мониторов benq которая была разработана специально для графических дизайнеров motion дизайнеров фотографов и всех кто занимается компьютерной графикой монитор имеет диагональ 25 дюймов и разрешение 2к также у него есть заводская калибровка и стопроцентный цветовой охват он способен передавать изображение с точностью до самых мелких деталей из полезных фич также есть режим темная комната ну и конечно же эргономичный дизайн ссылка на страницу с этим монитором будет в описании к этому уроку ну а мы начинаем погнали ну что друзья будем с вами начинать как всегда с чистого проекта и первое что нам потребуется это импортировать сюда какую-нибудь модельку на которой мы все это будем тестировать я нашел вот такую вот голову хищника на сайте turbo squid.com она абсолютно бесплатная с лицензии royalty free так что я предполагаю ее можно использовать как в коммерческих так и не коммерческих проектах но это надо уточнить если кому-то будет интересно давайте и сюда импортируем сейчас обиджи файл просто беру и перетаскиваю так соглашаемся со всем единственное потребуется какое-то время потому что моделька не совсем легкая но вот так вот она у нас выглядит весьма прикольно на мой взгляд и прежде чем переходить к созданию материалов давайте настроим нашу сцену и настроим непосредственно сами настройки рендера первое что я здесь делаю это возьму объект background то есть нам потребуется некий фон на котором мы будем работать создам новый материал можно здесь два раза кликнуть и просто назову биджи и применяю его туда здесь в этом окне вы его не увидите поэтому они можно будет судить только на рендере мне канал рефлектор с отражением здесь не нужен я буду работать только с колором пока что и загружаем сюда обычный градиент белый можно нажать трендрить проверить как это сейчас все выглядит так единственное мне не нужно делать его линейном я хочу сделать его круговым поэтому заходим внутрь и меняем здесь тип на циркулярный и можно правой кнопкой мышки нажать сделать инверсию цветов или оттенков так проверяем ну да все прикольно осталось только может быть с цветами немножко поиграться я сделаю такой темно-синий какой-нибудь фон так проверяем ну да неплохо можно сделать еще наверно даже по насыщеннее его да давайте оставим такой с фоном мы закончили теперь давайте еще зайдем настройки рендера прежде всего я сменю стандартный рендер на физический только потому что у физического здесь настройках есть сэмплирование прогрессивная которая позволяет очень быстрые результаты получать то есть вы просто нажимаете и у вас моментально картинка практически выдается и также сразу же сюда давайте подключим эффект который называется глобальная иллюминация на нем лучше всего раскрываются все материалы все их свойства это по факту эффект который просчитывает дополнительные отскоки света вашей модели и также еще он учитывает вот эту карту sky которую мы будем использовать то есть мы загрузим сюда карту освещения которая и будет непосредственно освещать нашу стату и здесь давайте выставим qmc тоже достаточно быстрый метод чтобы долго не ожидать но при этом под себя вы можете потом выбрать какой-нибудь из этих пресетов они достаточно хорошо подогнаны здесь мы видим что да у нас черная абсолютная моделька то есть нам не хватает здесь карты окружения поэтому давайте создаем объект sky и также создаем новый материал я его тоже здесь за узкой открываем и здесь смотрите я отключаю все каналы и включаю канал люминанс ничего страшного в принципе не будет если вы загрузите в канал color сюда вашу карту окружения единственное он тогда не будет работать с глобальным освещением он не будет давать свет но при этом вы его будете видеть в отражениях так и давайте сюда загрузим какую-нибудь hd рай карту у меня здесь есть несколько уже скачанных пресетов так сейчас проверим применяем на наш объект sky так давайте и спозиционируем как бы нам хотелось чтобы у нас шел свет и видите карта очень такая пиксельная сложно по ней ориентироваться поэтому так как сцена у нас несложная я бы немножко приподнял и разрешение сделать это можно в настройках самого материала с картой во вкладке editor здесь вот можно текстер превью сайз изменить давайте попробуем 512 поставить равно мало давайте 1024 вот получше ну давайте две тысячи поставим во так видим что у нас свет откуда-то оттуда идет ну и давайте проверим как это сейчас будет все смотреться запускаем рендер во видите насколько круто сравнению со стандартным рендером когда вы добавляете сюда сразу глобальное освещение то есть все вот эти вот участки света какие-то там красные оттенки синие они все дополняют естественные вот эти вот материалы на вашем объекте но это при этом мы еще пока никакие материалы не настраивали то есть это стандартный вот этот белый оттенок так давайте единственно может быть поворачьи эту карту так чтобы свет у нас откуда-нибудь справа шел так запускаем проверяем может быть чуть-чуть еще повернуть вот и обычно я несколько таких сразу источников создаю света то есть sky 1 этот можно вырубить просто чтобы на тесте посмотреть различные карты и тут можно тоже с контролом сдублировать этот материал назвать его там sky 2 зайти внутрь и давайте попробуем другую какую-нибудь карту взять может быть где света чуть чуть побольше чем в этой потому что у нас такая достаточно пасмурная получилась погода вот здесь поинтереснее давайте проверим проверим так и накидываем тэг композитинг который позволяет нам вводить некие ограничения на рендер тех или иных объектов и здесь я снимаю галку синь бай камера то есть видимость в камере у этого объекта будет отсутствовать при этом видите что все остальные опции они до сих пор работают поэтому получили вот такую вот картинку ну и теперь можно переходить к созданию непосредственно самих наших материалов для объекта начнем мы с канала color и единственное что я вам здесь покажу и посоветую это вместо стандартного вот этого оттенка всегда пользоваться шейдером который называется фринель давайте сейчас с вами сравним я настрою здесь какой-нибудь зелено-голубой оттенок сдублирую этот материал и у него настрою этот же оттенок только с помощью фринель шейдера нажимаем сюда треугольник и выбираем здесь фринель фринель видите он работает очень похоже как градиент единственное он меняет свои оттенки в зависимости от угла камеры то есть как бы вы не повернулись в данном случае края вашего объекта будут белые а середина темная заходим сюда ну и давайте то же самое пытаемся настроить во-первых правой кнопкой мышки и инверсия выбираем можно прям пипеткой примерно вот так вот взять этот оттенок может быть чуть-чуть понасыщеннее его сделать а края я возьму и просто сделаю потемнее немного ну вот примерно так может быть слишком я их сейчас синими сделал что же давайте проверим сначала у нас один материал будет потом второй и здесь я вам уже рекомендую пользоваться picture viewer потому что сюда будут загружаться все ваши промежуточные результаты и вы сможете в любой момент отследить всю вашу иерархию действий значит нажимаем отрендерить picture viewer здесь у меня была скрыта вот эта вот панелька с промежуточными результатами и вот что мы с вами видим то есть это вот стандартный цвет и то как на него влияет наша карта освещенности теперь давайте накинем вот этот слегка измененный материал с шейдером фринелем и то же самое пытаемся зарендерить ну на мой взгляд разница очевидна то есть вот до вот после во первых у вас появился контраст на модели вот эти вот очертания объектов стали считаться лучше ну и при этом теперь у вас модель не из одного оттенка состоит а уже из какого-то градиентного перехода дальше вам естественно просто нужно играться вот с этими цветами для получения каких-то еще более интересных результатов ну например давайте там выберем фиолетовый можно поиграться с ползунками самими и просто посмотреть как это будет то есть получили такое фиолетовое опыление как будто бы на модели но обычно я не создаю настолько уж нестандартные оттенки то есть я беру оставляю только тот цвет который у меня есть в основе вот это можно вообще удалить если вы возьмете за него и просто вниз потянете потом снова здесь нажмете у вас появляется получается тот же самый оттенок да сейчас никакого градиентного перехода нету я его выбираю делаю просто чуть-чуть потемнее понасыщеннее вот так вот то есть это должен быть переход но едва различимые для глаза ну да мне нравится то есть вот мы с вами пришли от такого варианта к такому в принципе с каналом color все здесь больше никаких особых лайфхаков нету и переходим уже к следующему каналу который называется diffusion и так давайте включим канал diffusion и перейдем в него и пару слов о самом канале он предназначен для создания дополнительных участков затемнения на вашей модели и работает сразу же на несколько каналов во-первых это канал color и также он еще влияет на канал luminance specular и на reflection изначально здесь включена галка только specular и мы пока так и оставим этом и давайте сюда загрузим специальный шейдер находится он во вкладке эффекты называется ambient occlusion он смотрит на те участки где у вас одна геометрия близко находится к другой ну в данном случае это все вот эти вот складки на коже если бы это была одежда соответственно складки на одежде и добавляет туда еще немного тенюшки давайте проверим на рендере как это сейчас будет выглядеть вот видите насколько темнее стал наш объект то есть вот до вот после добавление этого эффекта давайте зайдем внутрь и немного его настроим я не буду детально углубляться в его настройки покажу только ту базу которую вам необходимо во-первых мне не нравится сейчас что он слишком темнит изображение поэтому можно выбрать этот черный ползунок и сделать его просто слегка серым вообще все оттенки которые вы здесь используете cinema берет только ту информацию о них которая содержится в яркости то есть если вы возьмете красный какой-нибудь сюда добавите то красного оттенка здесь не появится поэтому давайте возьмем белый ну я кстати его править не хочу я может быть только чуть-чуть его пододвину чтобы прижать этот контур тени ближе к этим участкам затемненности и попробуем зарендерить ну да видите мы слегка уменьшили действие этого эффекта может быть даже еще можно чуть-чуть его приглушить по факту вот этот эффект который вы загружаете в канал diffusion он равнозначен тому эффекту который вы загружаете в настройках рендера через вкладку эффект ambient occlusion это один в один то же самое просто когда вы здесь его загружаете он влияет на всю сцену целиком и поэтому время на рендере естественно тоже все это замедляется но когда вы загружаете в канал diffusion то он появляется только на текущем материале что очень упрощает и композитинг данной сцены ну и соответственно ускоряет время рендера так давайте выйдем да мы вернемся еще к этому шейдеру когда будем говорить с вами про канал reflection и про канал luminance потому что он тоже может на них влиять ну и еще мы посмотрим как с помощью него можно вообще миксовать материалы но это уже будет когда доберемся до канала альфа итак мы переходим с вами к следующему каналу который называется luminance и он нас отвечает за свечение нашего материала то есть когда он сам является источником света и испускает свет давайте загрузим сюда shader color ну то есть просто какой-то цвет и зарендер мы должны получить абсолютно белое тело такую маску на наш объект кстати вы так действительно можете создавать свои собственные маски если накинуть на все окружение на всю сцену абсолютно черный цвет а на только тот объект который хотите маскировать белый считайте свой собственный object buffer получите ну давайте сейчас так не будем делать я остановлю этот рендер единственно покажу что это действительно светящийся материал для этого можно создать plane опустить его слегка убедитесь что у вас включена глобальная иллюминация потому что этот эффект работает только с ней и можно на время даже sky наш вырубить и зарендерить ну да видим что plane начал освещаться за счет вот этого материала если вы не хотите чтобы данный материал испускал свет а чтобы он являлся просто таким как бы фильтром яркости для вашего цвета то можно зайти во вкладку иллюминация на этом материале и просто снять вот эту галку generate gi то есть генерация глобального освещения давайте теперь проверим ну да видите свет от него больше нет так я включу обратно sky plane мне он больше здесь не нужен и давайте попробуем восстановить как-то наши предыдущие каналы чтобы мы могли их видеть для этого зайдем в color и я здесь выставлю ну оттенок примерно похожий на то что у меня было в канале color теперь попытаемся зарендерить что-то он задумался над этим ну да видите у вас снова вернулись очертания объекта правда все равно он сейчас очень и очень яркий давайте пытаемся это исправить для этого можно просто выйти назад в главные настройки канала luminance и здесь вот параметр mix strength поменьше поставить например 50% и давайте попробуем теперь посмотреть как это будет выглядеть ну то есть это как бы такой общий канал яркости для luminance я думаю даже можно еще меньше опустить процентов 20 поставить то есть это должна быть такая легкая дымка которая чуть-чуть поднимает яркость объекта и видите еще проблема в том что у нас наши тени тоже стали такими очень тусклыми чтобы это исправить мы возвращаемся в канал diffusion и здесь ставим галку эффект luminance чтобы вот этот шейдер ambient occlusion который создает тени влиял и на наш канал luminance кстати когда вы ее ставите обратите внимание на превьюшку она у вас тоже начинает работать с тенью так снова перерендериваем ну да это уже поинтереснее на мой взгляд то есть мы с вами пришли вот от такого результата к такому и мне кажется это более выигрышный вариант единственное я еще могу скопировать из канала color вот этот шейдер фринель это не обязательно но давайте так сделаем зайдем в luminance и вместо того чтобы просто использовать один оттенок я буду использовать тот же шейдер что и в канале color на мой взгляд результаты будут получаться ну чуть более естественными тоже перерендериваем ну да видите вы вернули немножко контраста в оттенки то есть вот до использования канала luminance и вот после ну что ж мы переходим с вами к каналу transparency который у нас отвечает за создание стеклянных поверхностей давайте я сдублирую мой старый материал просто чтобы его не испортить и здесь нам уже не нужны ни канал luminance ни diffusion ни color мы их можем все спокойно отключить потому что transparency все равно их будет перебивать включаем канал transparency и проверьте чтобы brightness у вас стоял на сто процентов по факту вы получили прозрачный материал там видны легкие очертания канала reflectance но если вы его вырубите то по факту просто материала больше нету и в transparency один из главных параметров это пресет рефракции вы его можете задавать двумя вариантами либо числом если вы точно знаете какой материал вы хотите либо можно просто выбрать из этих пресетов ну я чаще всего использую глаз на мой взгляд он дает весьма хорошие результаты ну и давайте затестим я накидываю этот материал на мою статую и пробуем зарендерить единственное рендерится это конечно будет чуть-чуть подольше чем обычные каналы color luminance и diffusion просто потому что ему нужно просчитывать здесь все эти преломления отскоки лучей отражения в общем может занять какое-то время а также здесь есть параметр absorption color и absorption distance которые я вам рекомендую использовать для придания оттенков потому что большинство людей почему-то ограничивается только этим цветом на мой взгляд он не дает таких реалистичных результатов как вот этот параметр absorption color он изменяет свой цвет получается при достижении вот этой вот дистанции пока лучи проходят внутрь вашего объекта ну то есть представьте что у вас есть луч который ударяется вот здесь где-то о поверхность начинает идти и вот с течением вот этой длины он превращается в этот оттенок тем самым у вас будет происходить такой градиентный красивый переход ну давайте попробуем можно здесь выбрать какой-нибудь зеленоватый ради интереса окей и пробуем зарендерить видим что особых изменений не произошло то есть вот до вот после чтобы увидеть этот цвет начинаем просто понижать вот этот параметр absorption distance то есть это очень сильно влияет точнее зависит от масштаба вашей сцены скорее всего он у меня очень маленький потому что модельку я не масштабировал поэтому давайте поставим единицу здесь и попробуем зарендерить обратите внимание кстати на превьюшку насколько насыщенней стал цвет ну и да видите теперь появились какие-то зеленоватые оттенки в нашей сцене в принципе смотрится уже неплохо но если вы хотите еще больше усилить их то необязательно сам оттенок даже менять вы просто можете поменять опять же расстояние вместо одного сантиметра ну давайте 0.5 попробуем поставить пробуем зарендерить ну да сейчас уже понасыщеннее то есть вот первый вариант второй и третий только изменяя параметр absorption distance также здесь можно изменить параметр bluriness он у нас отвечает за размытость стекла то есть если вы его слишком большим сделаете то у вас будет эффект знаете такой карамелизированной что ли поверхности но это лучше один раз увидеть чем объяснять давайте поставим здесь 15 процентов просто знайте что эта штука считается крайне долго если вы делаете проект под анимацию то не советую вам ее использовать ну понятное дело не советую если вы пользуетесь стандартным брендером или если у вас конечно есть какая-то брендер фирма под рукой давайте зарендерим здесь придется немного подождать чтобы cinema могла очистить картинку от этого шума и вы увидели этот эффект то есть здесь видите у нас очень много глянца на поверхности но опять же я не дал ему дорендерится еще здесь этот глянец немного приглушен то есть поверхность стала чуть более матовой и да кстати обратите внимание что у нас очень много самоотражение так называемых то есть когда поверхность отражает саму себя и за счет этого теряются тоже контуры объекта поэтому если вы не хотите чтобы так происходило есть одна небольшая хитрость как это можно исправить если вы накинете на ваш объект тег композитинга и здесь вот снимите галочку sin by race тем самым он не будет видеть сам себя в отражениях то есть он будет отражать только наши нашу карту отражения ну и соответственно те объекты которые у вас есть в сцене сейчас я дам еще немножко времени чтобы он закончил и давайте попробуем перерендерить вот смотрите то есть вот сейчас мы создали материал который сам себя вообще не отражает то есть это только отражение нашей сцены даже неожиданно на мой взгляд получился такой ярко-зеленый ну наверное здесь стоит приподнять в таком случае этот absorption distance давайте попробуем поставить 10 ну видите он здесь уже особо не влияет может быть тогда чуть-чуть приподнять яркость этого материала но это естественно не физически корректное тело уже получается потому что у вас не происходит вообще никаких отражений своих собственных ну видите здесь сейчас вообще не влияет эти параметры то есть мы можем наверно только цвет отрегулировать вообще интересно он почему-то полностью его заменил на зеленый а если я его сделаю например фиолетовым он не сделается фиолетовым или он останется зеленым а ну да изменился в общем эта штука иногда бывает полезно когда вы видите ну какие то прям очень некрасивые отражения но все же здесь я предлагаю вам ее оставить вернуть как было заново перерендерить так и опять вернуть на минимум этот параметр absorption distance где-то до единицы но все-таки мне кажется вот этот тот вариант промежуточный у нас лучше всего получился и да если вы хотите вернуть действия предыдущих каналов то есть те которые у нас были ведь я сейчас включаю они никак не влияют на объект то есть ничего здесь не происходит а для этого вам нужно всего лишь понизить вот этот параметр brightness то есть сейчас он на сто процентов и мы вообще не видим все остальные каналы давайте попробуем поставить здесь где-нибудь 96 процентов и моментально вы увидите разницу на превьюшке то есть теперь вы смешиваете все вот эти каналы и еще добавляете к ним стекло и получается уже действительно крутые результаты но соответственно и время рендера тоже очень сильно увеличивается потому что если до этого вам нужно было просчитывать только канал transparency то теперь и вот эти все остальные ребята тоже добавляют ему работы ну я дам про рендериться этому результату и мы будем двигаться дальше что ж вот такой результат у меня появился чуть чуть попозже я покажу как добавить сюда тоже различные шероховатости на поверхности чтобы подчеркнуть контуры этого объекта но для начала нам нужно с вами освоить канал reflectance поэтому я опять же могу сдублировать мой старый материал чтобы его не удалять открыть здесь я отключаю канал transparency мы вновь остаемся с нашими старыми друзьями luminance diffusion и color и переходим к каналу reflectance сразу хочу сказать что канал reflectance очень большой и записать даже один отдельный урок по нему мне кажется будет недостаточно поэтому то что я вам сейчас покажу это будет та необходимая база которой вам будет достаточно я надеюсь по крайней мере будет достаточно чтобы достигать крутых результатов если же вы хотите еще больше углубиться то вам могу порекомендовать наш курс super cinema 4d где у нас есть отдельная глава по материалам мы записали аж три с половиной часа видео уроков так что надеюсь вам она пригодится ну а мы двигаемся дальше и так начиная работать с каналом reflectance первое что вы видите это default specular это вообще слой то есть вы можете изменять здесь его яркость можете включить выключить ну не знаю насколько вам здесь хорошо видно это даже не отражение это только блик вот ваших источников света кстати давайте попробуем ввести сюда теперь источники света значит я заново накину этот материал создам просто лампочку отодвину ее здесь лучше всего подойдет тип источника света area давайте сделаем таким и также во вкладке детали давайте поставим все вот эти галки add grain show in render show as solid viewport и show in reflection что это значит первая галка show in reflection мы будем видеть его в отражениях это как раз то что нам нужно show in specular это видеть его в бликах show as solid in viewport это значит что мы его видим как бесконечный такой plane ну на самом деле не бесконечно просто он у нас очень большой давайте его уменьшим инструментом масштаба просто сожмем его немножко развернем и чуть-чуть в сторонку также show in render это мы его будем видеть фактически в нашем рендере то есть у нас будет такой как бы softbox и add grain это чтобы у нас наши отражения были такие зернистые без резких переходов значит я снова зайду в камеру и давайте попробуем рендернуть это дело так где наш предыдущий вариант ну вот видите разницу вот до вот после вот это у нас появился здесь блик и дальше мы этот блик естественно можем редактировать для этого у нас существуют вот эти параметры я не буду вдаваться сильно в физические свойства просто здесь рекомендую вам поиграться с ними например если вы хотите создать более такую мокрую поверхность то здесь параметры витс можно сжать блик станет уже а параметр specular strength сделать повыше вот так примерно его даже можно за 100% теоретически увести вы можете просто вписать здесь скажем 150 ну давайте попробуем с такими настройками опять же повторюсь пока что у нас нет никаких отражений только блики ну и вот сразу же разница ощутимая вот до вот после только на одном спекуляре то есть уже складывается ощущение что это какая-то мокрая поверхность можем еще его больше прижать здесь силу еще попробовать увеличить может быть 175 процентов снова зарендерить ну да видите слишком сильно наверное сжали также мы можем здесь изменить цвет нашего блика во вкладке layer color давайте выберем его ну скажем я его хочу сделать тоже слегка зеленоватым перерендерим ну мне кажется заметна разница можно конечно его сделать совсем каким-нибудь очень ярким но так обычно не делают потому что результаты получаются ну крайне не фотореалистичные так еще разок во так давайте источник света чуть-чуть отодвинем а то мне не нравится что мы его видим все-таки здесь поэтому чуть-чуть назад снова заходим нашу камеру и так это у нас стандартный блик давайте его выключим на время и теперь попытаемся добавить сюда уже непосредственно отражения для этого нажимаем здесь и добавляем слой с отражениями все отражения у нас находятся вот здесь вот в верхнем списке backman ggx фонг и варт по факту это просто различные математические модели обсчета отражений моя вам рекомендация использовать всегда ggx на мой взгляд самые такие реалистичные варианты получается именно с ним выбираем его и бац у нас появляется абсолютно такая зеркальная поверхность опять же все наши предыдущие каналы перестали работать сейчас давайте попробуем затестить этот вариант вот такой вот жуткий монстр давайте на время я отключу источник света потому что мне кажется он сейчас дает очень яркий пересвет и заново пытаемся зарендерить ну да сейчас у нас отражается только сам монстр в себе и отражается карта со скаем давайте на секунду опять же вернемся к нашему тегу и я попробую отключить само отражение галка синь байрейс попробуем без них насколько станет лучше или хуже проверим ну вот она разница на мой взгляд здесь она даже более очевидно чем с каналом трансперенси вот здесь он отражает сам себя здесь он отражает только внешнюю карту так что в некоторых случаях я вам рекомендовал использовать именно этот вариант ну здесь уже смотрите сами я ее верну и давайте двигаться далее первый параметр который на мой взгляд один из самых важных это параметр roughness или размытость наших отражений сейчас они очень глянцевые и мы опять же теряем контуры объекта давайте попробуем сделать его побольше где-нибудь 20 или 30 процентов тоже эта вся штука будет считаться помедленнее но результат мне кажется того стоит вот смотрите как здорово вот от такого варианта к такому это уже гораздо реалистичнее можно даже еще больше сделать процентов 45 я думаю и давайте попробуем цвет ему придать он у нас был такой синий зеленый поэтому цвет отражения я тоже добавлю этот оттенок нажимаем окей и снова тестируем вот это уже поинтереснее опять же у нас сейчас не участвуют все эти каналы если мы хотим их видеть то для этого опускаемся в самый низ во вкладочку layer free nail здесь мы как бы задаем физические свойства этого объекта мы можем ему сказать что у нас будет либо диэлектриком то есть полупроводником либо кондактором то есть проводником ну обычно всякая пластмасса дерево это диэлектрики а металлы это у нас проводники ну давайте попытаемся сделать из него сначала металл выбираем здесь кондактор и у нас появляется менюшка с пресетами опять же здесь все самые популярные металлы которые у нас присутствуют можно выбрать ну давайте chrome возьмем и уже и уже теперь эта штука будет смешиваться со всеми предыдущими каналами даже если я равнас уведу в ноль то вот просто если включить отключить color то вы увидите разницу давайте попытаемся так зарендерить вот такой металлический мокрый бюст получился у нас но давайте я сдублирую сейчас этот материал чтобы у нас остался хромированный вариант у этого я отключу здесь layer фринель верну обратно цвет с отражениями и равна сверну как у нас там тридцатники где-то был во и теперь будем уже редактировать этот материал чтобы у нас в конце опять же говорю получилась такая небольшая библиотека с этими материалами ну да это тот самый вариант давайте теперь попробуем получить из этого варианта пластмассу я опять же сдублирую старый материал открою и здесь вместо проводника поставим диэлектрик обратите внимание как сразу изменилась превьюшка то есть отражение стали гораздо менее заметными опять же это отличительная черта пластмассы накидываем ее сюда и пробуем тестировать этот материал так что-то мне кажется слишком сильно я переборщил с отсутствием отражения я на секунду удалю старый материал а то здесь уже можно запутаться в общем если вы не видите отражение они на самом деле есть просто здесь очень-очень такие тусклые то далее можно настраивать эту пластмассу если хочется чуть больше отражений здесь у нас есть внизу параметр индекс отражения можем его приподнять и тоже смотрите как отражение будет возвращаться в нашу сцену мне кажется здесь где-то двойки будет достаточно пробуем снова зарендерить ну да уже поинтереснее смотрится то есть вот предыдущий металлический такой вариант и вот то чему мы снова пришли то есть вот отражения появляются но при этом они очень сильно не перебивают нашу фигуру то есть мы видим и очертания объекта и не видим такой прям навязчивый глянец который сверху появляется давайте сделаем здесь может быть даже тройку и опять же параметр roughness я его поставлю здесь ну не таким большим как у хрома давайте я сделаю где-то 10% чтобы слегка его размыть ну да мне сейчас очень нравится особенно вот эта часть и вот это можно затестировать с нашим источником света как он будет влиять теперь на эти отражения тоже отрендерем да здорово мне кажется только чуть-чуть поуже надо его сделать потому что он очень широкий здесь но я уже сейчас не буду так заморачиваться главное чтобы вы поняли принцип создания как металлических поверхностей так и пластмассовых далее я вам покажу несколько вариантов создания материалов вообще не используя каналы кроме как канала reflectance для этого я создам уже чистый материал не буду использовать старое давайте его сюда передвину отключаем вообще канал color заходим в канал reflectance даже блик вот этот вот давайте его удалим можем выбрать здесь этот слой либо нажать на remove либо нажать на delete вот у нас абсолютно черное тело применяем нашу статую и добавляем сюда снова отражение снова слой с глянцем у нас появляется итак первое что я хочу сделать это задать цвет нашему объекту для этого я поднимаю очень сильно параметр roughness здесь можно вплоть до 80 до 90 процентов это сделать видите отражений практически нету и при этом если я теперь задам какой-нибудь оттенок ну скажем темно синий такой фиолетовый окей то по факту мы с вами получили канал color но это не просто color это физически корректный так сказать color потому что все что мы видим в нашем мире это только отражение нету такого что отдельно есть цвет и отдельно отражение нет цвет это тоже отражение поэтому давайте попробуем теперь это перерендерить и посмотреть как оно будет выглядеть ну вот такая вот штука если мы хотим добавить влияние света добавить влияние нашей карты этому материалу то здесь у нас для этого есть параметр reflection strength то есть сила наших отражений сейчас она стоит на сто процентов давайте попробуем сделать двести процентов видите материал становится ярче как будто бы мы просто изменяем его brightness так такой вот вариант ну здесь можно прям очень сильно это завысить давайте 350 и давайте попробуем еще включить источник света наш чтобы он тоже влиял на него во только на одном отражении ну можно прям совсем задрать этот параметр roughness до 99 процентов тогда считайте это тот же самый канал color получился это у нас будет первый слой то есть такая база и дальше мы можем уже на нее сверху добавлять глянец или наоборот какой-то шероховатый металл или отражение значит давайте добавим сюда еще один слой снова нажимаем add снова выбираем ggx опять же мы получили глянцевую поверхность которая полностью перекрыла все что находилось снизу чтобы начать видеть нижний слой нам нужно изменить параметр френеля давайте здесь выберем диэлектрик так и вот теперь на превьюшке видим что они начинают смешиваться опять же я здесь могу приподнять силу этих отражений ну точнее индекс где-нибудь где-нибудь двойку поставить и roughness процентов 15 размытия сделать давайте попытаемся такой вариант затестировать ну да это смотрится на мой взгляд очень круто опять же с учетом того что мы используем только один канал reflectance давайте теперь на том же самом методе попытаемся собрать всеми любимое золото я снова сдублирую этот материал давайте вернемся в этот превью в канале reflectance я опять удаляю все слои и снова выбираем ggx давайте специально ради того чтобы вы поняли что нет никакой разницы в этих вот вариантах я выберу backman ну я имею ввиду особой разницы выбираем backman и снова делаем цвет я опять поднимаю roughness побольше задаем color какой-то теплый я думаю темновато окей и reflection strength можем даже пониже сделать то есть это база будет опять же такая темная 15 процентов может быть давайте накинем его пробуем ну может быть чуть чуть более желтоватым его сделать и далее добавляем слой опять же сверху ну давайте на этот раз font выберем так и здесь во вкладке layer free nail чтобы они смешивались я на этот раз выбираю conductor проводник и здесь есть специальный даже пресет под это который называется gold золото во давайте здесь поставим где-нибудь 15 процентов размытия может быть 20 то есть вот без нижнего слоя вот с нижним слоем и пробуем теперь этот вариант ну вот считайте получили такое базовое золото которое можно использовать где-то где-то в проектах для ювелирки какой-нибудь тут дальше конечно можно играться с этими параметрами то есть можно например у верхнего слоя тоже слегка приглушить отражения точнее силу этих отражений рафтис может быть чуть-чуть побольше сделать color то есть цвет этих отражений тоже слегка теплее так попытаемся зарендерить ну вот к такому варианту мы пришли на мой взгляд смотрится очень круто опять же с учетом того что мы потратили ну считанные секунды на создание этого материала теперь давайте попробуем добавить нашему золоту каких-нибудь мелких шероховатостей мы это можем сделать если загрузим в наш канал roughness специальную карту черно-белую здесь можно нажать триггольнички у вас появляется поле с текстурой давайте я сюда нажму ну и у меня здесь есть уже какие-то заготовки с шероховатыми поверхностями можно выбрать тот вариант который вам понравится или скачать в интернете здесь не столь важно давайте нажимаем открыть и сразу же обращайте внимание на превью оно очень резко изменяется можно roughness побольше сделать чтобы этот эффект еще был визуальнее понятным и можно зайти внутрь самой этой карты и если вам не нравится что сейчас слишком много глянца снова появилось у нас на поверхности и вы хотите сделать инверсию то здесь можно изменить вот эти два параметра black point и white point ну по факту вы как бы точку черного и точку белого меняете если здесь поставить один и ноль то вы получите вот такую вот инверсию давайте попробуем с ней зарендерить и посмотреть что у нас получится ну видите появились такие линии которые как будто бы отделяют один слой материала от другой глянец от матового материала ну дальше можно поиграться еще с проекцией текстур если вам не нравится что здесь они как-то плохо накладываются проекцию можно поставить на flat попробуем давайте с такими значениями отрендерить то есть вот видите у вас гораздо крупнее сейчас стали эти пятна и так же можно в самом канале reflectance сделать одну небольшую хитрую штуку если нажать сюда на треугольник и выбрать здесь функцию layer то есть сделать из этого не текстуру а сделать из этого такой послойный пирог который можно как-то редактировать добавлять туда дополнительные слои у нас здесь точно так же осталась наша старая текстура и мы можем добавить к ней еще один эффект который называется transform и здесь смасштабировать прямо не выходя из этого окна нашу текстуру ну давайте попробуем поставить здесь 0 5 0 5 0 5 в два раза ее уменьшили на объекте и пробуем перерендерить уже с этими значениями ну вот видите эти пятнышки слегка уменьшились я бы наверное еще приподнял контраст у этой карты для этого опять же зайдем сюда давайте white point чуть-чуть приподнимем а black point наоборот можно поменьше сделать 0 6 может быть да то есть видите сразу же контраст поднимается и соответственно вот эти вот пятна становятся заметнее пробуем еще раз перерендерить ну да это уже поинтереснее наверное я бы вообще избавился вот от этих серых пятен и оставил бы только одни такие резкие линии и точки и получается что вы создали такую гранжевую карту для вашего материала лучше наверное всего это будет затестить на какой-нибудь сферке ее вообще очень часто используют в качестве пробника если взять и радиус там не поменьше сделать просто у меня сейчас масштаб сцены такой что все объекты создаются слишком большими ну и давайте попробуем закинуть этот материал и проверить как он на ней будет смотреться уже ну да на мой взгляд это очень круто потому что одно дело когда вы используете просто глянец или просто матовый объект и другое дело когда добавляете вот какие-то шумы любая поверхность становится реалистичнее ну и теперь я хочу сюда добавить карту бампа то есть такие фейковые неровности на поверхности должны появиться как будто бы где-то полигоны вверх наоборот выдавливаются а где-то прогибаются но конечно это все по-настоящему не происходит это просто за счет перераспределения света на поверхности по факту полигоны как были на месте так и остаются поэтому мы можем с вами включить канал бампа давайте только сделаем это в новом материале чтобы этот не испортить я его сдублирую применяю снова на мой объект и давайте я вернусь к старому доброму золоту то есть обнулю те изменения которые мы делали в канале roughness здесь просто можно все удалить и вернуть по-моему у нас там 35 было давайте проверим перерендерим ну да вот с такого мы начали итак включаем канал бамп и загружаем сюда просто обычный нойс то есть какую-то карту с шумом и моментально видим уже результат правда сейчас эта карта очень большая мне это не нравится поэтому первое что давайте мы сделаем это поменяем ее тип здесь можете поиграться с различными вариантами ну я выберу ступол мне кажется он дает самые такие интересные результаты хотя конечно это зависит от ваших целей можно приподнять здесь контраст этого изображения с помощью low clip и high clip давайте примерно вот так вот сделаем пробуем перерендерить так видим мы что-то или нет ну да что-то происходит но при этом явно проблема с масштабом этой карты она очень большая сейчас поэтому давайте изменим здесь параметр global scale давайте сделаем один процент и попробуем от этого уже плясать понимать вообще в большую сторону нам нужно или в меньшую ну вот сразу разница очевидна да то есть вот от такого результата к такому правда сейчас мне кажется очень сильно мы это сделали поэтому можно во-первых приподнять контраст то есть больше белых участков добавить сюда перерендериваем так но уже получше во видите у вас как будто бы весь объект покрылся такими трещинами как будто в него из дроби выстрелили так давайте еще попробуем сделать чуть чуть поменьше этих точек и может быть слегка увеличить масштаб этой карты не один процент а скажем там два опять же это всегда будет зависеть от вашего объекта то есть иногда и стопроцентный масштаб который там стоит он будет хорошо смотреться ну да мне это нравится смотрится очень прикольно да давайте оставим так и последнее что я вам здесь покажу это как использовать канал bump без самого канала то есть да я понимаю это немножко нелогично звучит но такое здесь тоже возможно то есть вы можете вообще не использовать как я вам говорил никакие каналы кроме канала reflectance давайте я отключу канал бампа единственное что я сделаю это заберу отсюда этот шейдер который мы уже настроили то есть я могу нажать на треугольничек выбрать копий шейдер и вернуться к нашему каналу reflectance здесь мы можем раскрыть параметр который называется bump strength выбрать здесь режим и сказать ему что мы хотим загрузить кастомную бамп карту то есть вот эту черно-белую карту с шумом и теперь сюда подгрузить наш старый шум паст шейдер просто сделать с теми же настройками с той же силой так что по факту мы должны получить похожий результат ну да видите ничего не изменилось то есть один в один они идентичны при этом здесь мы опять же остались только с одним каналом reflectance и не стали добавлять канал бамп ну и в качестве такой вишенки на торте я бы вам хотел показать как можно смешивать несколько материалов на одном объекте и делать это мы будем с помощью канала альфа или канала прозрачности давайте для начала выберем какие материалы мы хотим смешать я удалю все которые у меня были ну и предположим давайте возьмем наше старое стекло и возьмем наше золото и попытаемся их смешать опять же активировать канал альфа нужно только на последнем материале то есть он будет маскироваться и под ним мы начнем видеть уже канал с точнее материал с нашим стеклом давайте его врубаем и в качестве маски я буду использовать шейдер ambient occlusion то есть тот который генерировал нам тени вот в этих вот участках где одна геометрия очень плотно прилегает к другой ну по факту это все вот эти вот эти моменты поэтому давайте загрузим сюда ambient occlusion сразу же видим что у нас превьюшка изменилась и давайте просто сделаем его помощнее то есть вот этот контраст увеличим можно еще вот здесь вот даже в процентном соотношении это задать 10 процентов поставить и попробуем зарендерить даже интересно что получится из этого вот смотрите как здорово то есть везде где у нас раньше были тенюшки теперь у нас происходит маскирование и мы видим тот материал который у нас лежит внизу то есть мы видим стекло при этом если нам вдруг это не нравится все что нужно сделать это просто правой кнопкой мышки здесь нажать и сказать инверсия этого градиента ну давайте дадим ему немножко времени чтобы он прорендерился потому что стекло не так быстро считается как наше золото попробуем заново нажать о смотрите как здорово прям в реальном мире такой материал конечно никогда бы не получился наверное но зато мы находимся с вами в мире компьютерной графики поэтому здесь у нас никаких ограничений вообще нету это мы с вами использовали только один шейдер а теперь представьте какая у вас вообще есть возможность комбинации всяких различных шейдеров слоев текстур чтобы можно маскировать различные материалы потому что по этому методу мы можем с вами продолжать идти дальше то есть мы можем накинуть например еще сюда какой-нибудь вот такой вот материал сверху да поверх уже этих двух тоже сказать ему альфа канал активировать и загрузить сюда например какую-нибудь карту с шумом так зайти сюда сразу же поставить у нее побольше контраст поменьше масштаб я помню что мы там где-то на двойке кажется работали и тип поменять давайте поставим какой-нибудь нестандартный так нет это перебор наверное ну давайте попробуем а там же решим стоит оно того или нет вот вот смотрите как здорово уже три материала смешиваются на одном объекте ну наверное все таки я переборщил с масштабом можно его сделать поболее 5 процентов ну да да как будто такая ржавчина какими-то кусками просто накладывается и это мы с вами опять же используем только один шейдер если вы хотите внутри этого шейдера начать создавать какие-то смешивания то тоже можно активировать например layer зайти внутрь у вас по факту ничего не должно было измениться и просто добавлять сюда новые шейдера то есть добавить еще один noise добавить какую-нибудь текстуру пытаться смешать ambient occlusion с noise чтобы они тоже вместе как-то действовали в общем здесь можно создавать ну прям нереальные какие-то комбинации это самое веселое пожалуй что есть вообще во всей этой вот структуре материалов и самое крутое что можно здесь создать так что друзья надеюсь вам понравилось то что мы с вами прошли сегодня надеюсь вы сможете это применить в своих собственных проектах с вами был Михаил Бычков сайт videosmile.ru оставайтесь с нами и до скорых встреч всем пока